Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Бывает так, что после светлого праздника Пасхи остается много куличей и спустя какое-то время они черствеют и их в общем-то уже не очень хочется кушать. На этот случай существует ряд некоторых рецептов, по которым можно сделать просто потрясающие десерты из этих самых куличей. Сегодня приготовлю потрясающе вкусный и нежный пирог. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для начала сделаю крем, для которого к яйцам добавляю сахар, ванильный сахар и немного соли и столовую ложку с небольшой горкой муки. Все тщательно размешиваю, а затем интенсивно взбалтываю венчиком до легкой пены. Наливаю молоко, снова размешиваю и отправляю на газ. Буду доводить до загустения при непрерывном помешивании. Дожидаться кипения не следует. Как только появится пар и масса слегка загустеет, сразу же надо убрать с огня. В горячий крем добавляю сливочное масло. Размешиваю до его растворения и дам остыть. Тем временем беру кулич, у меня шоколадный с орехами. Ему около пяти дней, он стоял в пакете прямо в форме, в которой выпекался. Последние два дня в холодильнике. Очищаю глазурь с украшениями. Кстати, здесь у меня желатиновая глазурь. Как видите, она не растаяла в завязанном пакете и прекрасно держится. Отрезаю у кулича нижнюю часть толщиной примерно полтора сантиметра. Затем отрезаю боковые части, таким образом, чтобы осталась середина. Потом эту серединку нарезаю ломтиками. Нижнюю часть кладу по центру формы, смазанную маслом. А каждый ломтик, который у нас получился из центральной части, обмакиваю в крем и выкладываю по кругу. Таким образом, чтобы часть кусочка закрывала дно, а другая часть поднималась вверх и образовывала бортик. Не бойтесь, формируйте прямо руками кусочек пластичный и податливый. Даже если у вас что-то сломается, ничего страшного, этого все равно потом не будет видно. Отмечу, что долго кулич в креме держать не нужно. Просто обмакнуть с двух сторон и все. Кстати, если хотите, можете обмакнуть в крем и донышко кулича. В завершении можно закрыть небольшими кусочками оставшиеся отверстия. Выливаю немного крема и оставлю пропитаться. Тем временем, боковые части кулича и все, что осталось, нарезаю кубиками. Примерно две большие горсти кубиков я оставляю на посыпку, а остальные складываю в крем. Хорошенько размешиваю. И выкладываю половину получившейся массы на корж. Разравниваю. Поверьте, это уже вкусно. Выкладываю очищенные и нарезанные некрупными кубиками яблоки. Посыпаю небольшим количеством сахара и корицей. Сверху распределяю оставшуюся часть кулича с кремом. Оставшиеся кусочки кулича я просто размяла руками и получилась вот такая крошка. И этой крошкой посыпаю пирог. Сверху присыплю немного сахаром и отправлю пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю немного остыть, хотя он хорош в горячем, в теплом и в полностью остывшем виде. Выпечка получается чем-то средним между пудингом и пирогом. Яблоки остаются хрустящими. Основа из кулича хорошо пропитывается кремом. Сама структура пирога получается очень нежной и слегка влажной. И все покрыто хрустящей рассыпчатой крошкой. Такой десерт можно приготовить не только из кулича, но и из сдобных булок или из обычного батона. А что можно приготовить из оставшихся после Пасхи яиц, смотрите по ссылке, которую вы сейчас увидите в правом верхнем углу. Это очень вкусные яичные котлеты. Если вам понравился сегодняшний рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.